Члены регионального отделения ведущей парламентской партии обсуждают итоги российского съезда. Праздничный тон очень скоро меняется на деловой. В монологах лидеров с забравурным настроем проступает тема дисциплины и верности уставу. Звучат яркие образы, мертвые души, чистота рядов и балласт. Освобождать ли партийную организацию от тех негативных последствий, которые сегодня обросла партия, это неправильные сделки с землей. Это какие-то вещи по коррупционности. Не бойтесь освобождаться от того, на что опереться будет нельзя. В повестке дня значится вопрос об исключении из партии. Кого именно лишат партбилета, становится ясно после заседания президиума полицовета. Было принято два кардинальных вопроса об исключении из партии Ломбадова Дмитрия Юрьевича. И будет направлено обращение во фракцию районного собрания депутатов с обоснованием, осложением полномочий ныне действующего председателя собрания депутатов, это Журик Виктор Валентинович. Упомянутый Виктор Журик не раз и не два фигурировал в публикациях. Последнее на тему земельного скандала. Супруге Виктора Журика удалось оформить на себя строение, которого никогда не существовало. Таким образом, за бесценок она стала собственницей участка в 3000 квадратных метров. Впоследствии землю продали в разы дороже. Специалисты оценивают ущерб для бюджета в сотни миллионов рублей. Окончательную оценку этой комбинации дал районный суд. Тот же Виктор Журик упоминался и в связи с застройкой территории у озера Сазанка. В свое время районные депутаты изменили границу городского леса и разрешили использовать землю под строительство коттеджей. Происходило это как раз в пору, когда в районе главенствовал Дмитрий Лобанов. Возмущенные жители привлекли внимание прессы и прокуратуры. Непростая затяжная борьба с беззаконием недавно завершилась вердиктом суда вернуть землям статус городских лесов. Это излюбленное место. Так что я думаю, это очень важное место для жителей города Ингельсона. Эксперты не исключают, что история с лишением партбилетов может иметь серьезное продолжение. К примеру, экс-главу земельного комитета Энгельской администрации Сергея Демина не только выгнали из партии. На него завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Борьбу за чистоту партийных рядов обещают продолжить. Те негативные тенденции, которые есть на сегодняшний день у ряда некоторых членов партии по их выполнению самой партийной дисциплины, морально-партийной этике. Если они утрачивают это доверие, если они снижают вот этот уровень, то мы здесь будем освобождаться от их членства партии. Александр Блонский, Олег Буланов, Саратов, 24.